Кириллов Виктор Максимович Призван в ряды Красной Армии в 1940-м. На фронте с первых дней войны. Сражался на Западном и Юго-Западном фронтах. Награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Медалью за победу над Германией. Кириллова Роза Максимовна. Родилась 4 августа 1924 года. Гвардии старший краснофлотец. Призвана на Тихоокеанский флот на защиту дальневосточных рубежей от японских милитаристов. Награждена медалью за боевые заслуги. Ключников Иван Егорович. Родился в 1920 году. Призван в ряды Красной Армии в 1939 году в пограничные войска. Во время сражения на финской границе был контужен. После госпиталя признан негодным к строевой службе и переведен на работы в полковую кухню. Колотов Аркадий Максимович. Родился 20 мая 1915 года. Ушел из жизни 8 сентября 1975. Старший сержант. Сражался в составе 23-го отдельного батальона восстановления железнодорожной связи помощником командира взвода. С 13 января по 25 апреля 1945 года участвовал в восточно-прусской наступательной операции. Победу встретил в Берлине. Награжден медалями за боевые заслуги. За взятие Кёнигсберга. Колотова Мария Ивановна. Родилась 14 апреля 1918 года. Из жизни ушла 13 января 2007. Труженица тыла. Награждена медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Прохоров Иван Алексеевич. Родился 5 декабря 1902 года. Ефрейтор. На фронте с 23 августа 1942. 15 октября 1942 получил ранение. Участник обороны Ленинграда. Дошел до Германии, где сражался в составе 225-й стрелковой дивизии. Пал смертью храбрых. 29 апреля 1945 года в бою у деревни Мичхау. Похоронен в братской могиле. Награжден медалями за оборону Ленинграда «За отвагу». Шаров Ростислав Федорович. Родился 14 сентября 1924 года. Ушел из жизни 29 мая 2009. Призван на фронт в августе 1942. После окончания пулеметно-минометного училища в звании младшего лейтенанта направлен на Западный фронт. Победу встретил в Берлине. Домой вернулся с боевыми наградами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова